Джо Байден признал геноцид армян. Предшественники американского президента этого слова избегали. Я процитирую письменное заявление Байдена. Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Таким образом, Байден стал первым из президентов США за последние 40 лет, который публично признал геноцид. В Ереване сегодня вспоминают жертв. На факельном шествии сожгли флаги Турции и Азербайджана. Во время массовых убийств погибло, по разным оценкам, от 600 тысяч до полутора миллионов армян. Турция и Азербайджан не признают события 1915 года геноцидом, но признают многочисленные жертвы народа. Это направлено не против турков, а против турецкого государства, которое организовало геноцид и десятилетиями делало все, чтобы предать его забвению. Это очень важно для нас. Нам нужно сохранить память о жертвах, чтобы это не повторилось. Весь мир хочет, чтобы мы забыли. Евреи не забывают про Холокост. Так почему мы должны забывать о геноциде армян? Геноцид армян – это болевая точка турецкой внешней политики. В 1993 году Анкара и Ереван даже прекратили дипломатические отношения. Поводом было требование Армении признать геноцид в Османской империи. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, и теперь к ним присоединились и Соединенные Штаты Америки. Ранее в МИДе Турции отмечали, подобные заявления могут навредить отношениям двух стран. О планах Байдена.